Проделана большая системная работа, сформирована законодательная база, обеспечивающая конкуренцию. Тимур Мурач уже остановился в основных трех направлениях. Это ревизия законодательства, или дерегулирование, или фронтальное снижение сдержек, которые охватывают все сферы. Это правовый механизм по ценным сгорам. Я, Бахшамич, хотел бы остановиться на правоприменительной части. В 2015-2016 год большая работа была проделана, законодательство было сформировано, принципы желтых страниц. Сейчас решение по созданию государственных органов. Вы две недели назад на заседание обращали внимание, когда приватизацию, что с одной стороны большая работа проводится, сокращается, а создаем ли мы новые. Сейчас в докладе у министра прозвучало, 64 таких структур создано, там в разных сферах. Мы проанализировали, в предпринимательском кодексе 192 статья дает 7 оснований по созданию с участием государства предприятий. На наш взгляд, две из них, это бесспорно, это обороноспособность и национальная безопасность, где государство должно без всякого согласования анализа это делать. По остальным, мы считаем, можно было бы делать с учетом анализа рынков. И вот этот предварительный анализ могло бы показывать, допустим, нужную создавать, мы сейчас видели, и детские садики, медучреждения. Тем более, сейчас мы активно продвигаем ГЧП. Можно было бы в этой части уже анализом правоприменительной части поработать. Второе, у нас две части есть по созданию, то есть роли государства в экономике, правительство большую работу проводит, и уже результаты видны. Второе, вот есть часть по анализу доминирующих роли рынков или так искажающих фактов, о чем сейчас министр говорил, приводил цифры. Безусловно, эти факты есть, картельного, ценового сговора. Там есть по стандартам ОСР согласительная комиссия, то есть прежде чем принимать решение по этому анализу, Крым ЗК собирает согласительную комиссию. 45 заседаний в прошлом году проведено, это было именно согласно стандарту ОСР. Туда входят независимые эксперты, бизнес-сообщество. И вот такая процедура открытого обсуждения, она, конечно, многие риски снимает. Поэтому при создании вот этих ТО, ООС с участием государств, можно было бы тоже Крым ЗК применить эту практику, проводить предварительное слушание с участием языковых экспертов и бизнес-сообщества. Это, я думаю, больше дало бы помощи и Крым ЗК, потому что, понятно, здесь и коммунальные, и местные исполнительные органы лоббируют создание квази-госсектора. Поэтому это было бы дополнительным фильтром по созданию или ограничению конкуренции. Для примера могу сказать, что вы знаете, буквально, спасибо вчера по вашему поручению, у Ирблац-Харбиха этот вопрос рассматривали, сейчас очень много вопросов по перевозчикам, по тарифам. Вот ситуация в Восточном Казахстане накалилась, и она объективно сложилась. Мы понимаем требования местных властей, потому что это касается населения, то есть это качество этих автобусов, безопасность, экологичность, чтобы было для инвалидов удобно. И так далее, кондиционирование, все это, безусловно, требование, но это требует тогда пересмотра тарифов. И когда тарифы не пересматриваются, к сожалению, по нашим данным, в пяти регионах сейчас Акиматы либо создали, либо создают муниципальных перевозчиков. Мы считаем, это тоже ведет к искажению конкуренции. Наверное, предметным нужно разбираться в тарифах, и, наверное, мы полностью согласны, что любые субсидии, преференции должны быть взамен на встречные обязательства бизнеса. То есть должны быть жесткие требования бизнесу, чтобы старые автобусы, это все должно быть исключено. И сами ассоциации, буквально вчера обсуждение показало, выступают за это. То есть эта практика показывает, что особенно на местном уровне департамента МДР МЗК, наверное, более строже, жестче нужно смотреть по искажению конкуренции. Ну и если говорить про согласительные комиссии, они хороший эффект дают. Здесь единственное, хотели бы мы, чтобы, когда наказывают, мы сейчас видели серьезные штрафы за картельные ценовые сговоры, безусловно, это нужно. Доминанты монополисты должны нести наказание, чтобы не искажать рынок. Но чтобы такие же зеркальные нарушения, за такие же нарушения, зеркальная была ответственность и государств, органов при вмешательстве в протемиологическую деятельность. А такие факты в ходе этих разбирательств мы видели, допустим, по Касынку и Казахмусу там были вмешательства у полночного органа, который устанавливал цену серной кислоты, навязывал. Или же были факты, когда Акимат устанавливал там по отпуску жиженого газа. То есть мы понимаем, что социально, но тем не менее, все-таки это вмешательство в деятельность предпринимателей, она должна, наверное, будет пресечена. И, соответственно, мы хотели, чтобы КрымЗК более строже относилась к нарушениям со стороны госорганов зеркально. И второй блок вопросов, Бахшан Держи, это, безусловно, вопросы техрегламентов, системы сандартизации. Здесь тоже правительством большая работа начата, сейчас техрегламенты отдельно, сейчас законно-сандартизация находится в парламенте. Буквально в прошлой среде Бахшан Держи под вашим представителем мы провели совет конкурентоспособности и как раз обсуждали принцип добросовестности бизнеса. То есть это правомерный вопрос, мы полностью понимаем, есть еще ответственность перед потребителями. Мы полностью поддерживаем, был доклад министра Микбаева, что нужно усилять общество потребителей. А система сандартизации должна ставить условия системы качеств, стандартов к бизнесу, чтобы конкуренция не искажалась. Ну и самое главное, мы хотели бы еще, Бахшан Держи поблагодарить, план мероприятий по вашему поручению принят. Техрегламентом бизнес очень много ставит вопрос, мы говорили сейчас о внутренней конкуренции, о среде, есть еще вопрос импорта. И когда вопросы контрафакта, недобросовестный конкурс со стороны импорта, понятно, здесь нужно усилять меры защиты. И очень много бизнеса тоже ставит, и молочников, вы знаете, очень много ставит вопросов, чтобы внутренний рынок тоже защищали. И тем самым вот этот контрафакт не искажал ситуацию с конкурентом, с нашими соседними торговыми партнерами. Ну и если мы говорим о конкуренции, конкурентоспособности, то, наверное, уже ваше поручение есть, чтобы мы таргетировали меры государственной поддержки, которые делаются и в соседних странах, чтобы понимать уровень конкурентоспособности нашего внутреннего рынка. Ну и самое главное, Бахшан Держи, еще раз хочу, что мы готовы обсуждать тот принцип, который вы огласили, то есть преференцию субсидий взамен на встречные обязательства, то есть нужно усилять принцип добросовестности бизнеса. Спасибо.